Пешеходные переходы на Масленникова Гая до недавнего времени считались опасными. Только в прошлом году под колеса автомобилей попали трое учеников. Руководство 144-й школы сделало все возможное, обратившись к городским властям, чтобы на перекрестке установили светофоры. Конечно, этот перекресток был непростой и действительно доставлял не то, что много неудобств, он был опасен. И каждое ДТП с участием ребенка, оно действительно не просто входит в статистику, оно действительно режет по сердцу, потому что это все-таки наши дети. А важнее детей и безопасности детского здоровья, наверное, важнее ничего нет. Решила проблему городская администрация. Теперь на перекрестке есть не только светофоры, но и новые дорожные знаки, пешеходное ограждение и разметка. Как реализуются в Самаре меры по безопасности дорожного движения перед началом учебного года проверили представители городской власти и общественники. В Самаре в этом году до конца сентября установят 32 новых светофора, там, где их никогда не было. 14 из них в рамках муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения. Остальные за счет областного софинансирования. Автоматически будут ликвидированы аварийные участки, в том числе на пересечении улиц Масленникова и Гая. В совместности с ГИБДД было принято решение, что единственный способ – это ввод светофорного регулирования. Да, светофоры, они влияют на пропускную способность улиц, сокращают, но в данном случае это безопасность. Поэтому этот светофорный объект в этом году был сделан первым. Обратят внимание на новшества на перекрестке возле школы. Здесь в первую неделю учебного года мама и папа будут дежурить, помогая детям сориентироваться в новых дорожных условиях. Чтобы взрослые дети переходили дорогу там, где положено, то есть по зебре и на зеленый сигнал светофора, вдоль проезжей части устанавливают пешеходное ограждение. Только в этом году их протяженность составила более 7 километров. По разметке цифра тоже рекордная за последние годы – более 93 тысяч квадратных метров линий во всех районах. Обновляет ее в течение гарантийного периода подрядчик за свой счет. Все работы возле школ, запланированные на текущий год, в основном выполнены. Анатолий Головко, Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Субтитры создавал DimaTorzok